Всем привет, и мой выпуск про то, сколько платит ютуб за 1 миллион просмотров, уже посмотрело полтора миллиона человек, так что думаю вам эта тема интересна. Ну а сам я буквально на днях пересек черту в 1 миллион подписчиков. И во-первых, я хочу сказать вам всем за это спасибо, потому что именно благодаря вам я могу рассказывать на канале про интересующую меня херню, и оказывается это даже кому-то интересно. А во-вторых, я думаю, это хороший повод поделиться своим опытом и ошибками с начинающими ютуберами. Но для тех, кто только залетел и в танки, просто знайте, что мне 23 и я программист, а в свободное время я веду этот ютуб канал. В общем, это все охуенно, но давайте перейдем к теме видоса. Итак, первый пункт это деньги. И если ты пришел в ютуб, чтобы заработать денег, то лучше сразу уходи нахрен с ютуба. Причем это не чсф, и я не хочу сказать, что вам должно быть похрен на деньги. Вообще похуй. Но примерно первый год канал на ютубе придется вести на чистом энтузиазме. Это значит, что заработать, скорее всего, не получится. Да и не нужно, потому что канал еще никто не знает, а его аудитория только формируется. И если честно, я вообще не понимаю людей, которые, начав вести канал на ютубе, сразу думают, как бы на нем заработать. Я вот когда начинал вести свой канал, вообще не знал, что тут можно зарабатывать, и что ютуб, оказывается, платит за просмотры. Первое время я просто делал уроки и хотел, чтобы они кому-то помогли. Так что вести канал в ютубе заради денег, это сразу плохая идея. К тому же не будем забывать, что обычно люди ради этого делают контент сомнительного качества. А ютуб такое не любит, и поэтому автоматически заблокирует вам монетизацию на таких видосах. Дальше второй пункт, и это дорогое оборудование, которое на самом деле нафиг не нужно. Я честно не понимаю людей, которые для того, чтобы начать вести ютуб канал, тратят десятки или даже сотни тысяч рублей на всякие микрофоны, камеры, свет и все такое. Нахуя? А потом сидят и не понимают, почему же нет просмотров. Чуваки, поймите одно. В ютубе всем пофиг, какая у тебя камера, какой микрофон и какой офигенный свет. Тут людям интересен контент. И даже если у тебя будет самая дорогая в мире камера и самый лучший свет, то просмотров все равно не будет, если контент у тебя говно. Правда, это не значит, что на качественную аппаратуру нужно забивать. Нет. Я лишь хочу сказать, что на первом месте обязательно должен быть контент, а уже потом вот эти вот все финтифлюшки. Я вот вообще на канале сначала целую кучу видосов записывал на микрофон своего телефона или планшета. Но, кстати, совсем другое это разбираться в дизайне. Тут лучше сразу начать шарить, чтобы делать красивые превьюшки и вообще понимать, как это все устроено. И с этой целью я порекомендую тебе подписаться на канал UX Ninja. Ведь здесь ты найдешь кучу полезного контента, в том числе по теории цвета, по веб-дизайну, по работе с фотошопом и фигмой. И даже про то, что такое золотое сечение и как это тебе поможет. И я считаю, что в этом должен шарить каждый ютубер, дизайнер или программист. Так что не пожалей пары секунд и подпишись прямо сейчас. Ну а ссылку на канал UX Ninja я оставлю в описании. Окей, следующий пункт это понимать, когда контент становится говном. Потому что бывает такое, что ты записываешь ролики, все вроде нормально, просмотры идут. Но если постоянно делать одно и то же, то со временем счетчик просмотров неуклонно пойдет вниз. И ты, как хороший ютубер, обязан заранее понять, когда такой момент наступает. А значит улучшить, добавить или вообще поменять контент на канале. Но естественно не кардинально, а в пределах тематики твоего канала. При этом этот совет относится не только к новичкам, но и к крупным каналам на ютубе. Потому что слишком много раз мы были свидетелями того, как у больших каналов просмотры резко уменьшались чуть ли не до нуля. А все потому, что у их авторов сломался детектор говноконтента. И они перестали понимать момент, когда нужно меняться. Ведь время не стоит на месте. Тренды меняются. Каждый день у людей новые интересы. Поэтому хороший ютубер обязан это все учитывать. Нихуя не понял. Ну очень интересно. И еще один хороший совет, который я могу дать, это записывать темы в черновик. Таким образом у тебя никогда не будет проблем с выбором тем под очередной выпуск. Ведь иногда бывает такое, что ты например спишь на учебе или вообще где-то в самолете. И тебе внезапно приходит крутая идея для видоса. Так вот, лучше сразу ее запиши. В итоге у тебя будет большой список тем в черновике. И ты уже под настроение будешь смотреть и выбирать какую-то тему на сегодня, а какую-то на потом. Я например для этого использую просто заметки в телефоне. Получается удобно, быстро и всегда под рукой. Ну и следующий мой совет, а точнее ошибка, которую лучше не допускать, это умение говорить короче и упрощать мысли. Потому что особенно новички очень часто, чтобы донести какую-то мысль в видосе, используют слишком много ненужных слов. В итоге получается так, что рассказать какую-то мысль можно было за 10-15 секунд, а они убили на это целую минуту. И думаю тут и так понятно, что это будет скучно и быстро всем надоест. И я сам даже обычно такие видосы выключаю даже не досмотрев, потому что видно, что чувак вроде старается и говорит правильные и интересные вещи, но блин, как же это тяжело слушать. Хотя если честно, то некоторые ютуберы таким образом пытаются растянуть время ролика, и я это опять-таки не понимаю. Если тебе нечего сказать, не надо тянуть время, пусть лучше видос будет на 2-3 минуты, но чисто по делу, чем на 10 минут с кучей лишних слов. И наконец предпоследняя ошибка, которую совершают многие начинающие ютуберы, это уход от тематики канала. Например, записывал про игры и внезапно начал делать влоги. Или типа делал уроки по программированию и начал выкладывать зачем-то видосы по прохождению игр. Нахрена? Лично мне непонятно. Ты должен понимать, что у тебя канал, который имеет какую-то определенную тематику. И люди, которые подписывались на него, ожидают видеть на твоем канале контент такой же тематики. Ну или хотя бы максимально смежный. Поэтому если у тебя нет идеи для контента, это не повод пихать какую-то дичь. Лучше подожди немного, пока не придет хорошая идея для видоса и потом ее сделай. Но это совсем не значит, что нельзя экспериментировать. И это подводит нас к последнему пункту. А именно, не бойся экспериментировать. Попробуй разбавить свой контент юмором, шутками, мемами. Либо поставь на фон не себя на 10 минут видоса, а что-то более интересное. Ну или вместо скучной подачи попробуй ее как-то сделать поинтереснее. В общем, пробуй. Тут самое главное, что ты ютубер и только тебе решать, как делать свой контент. В остальном же я жду твой царский лайк. Конечно же подписывайся на канал и включай колокольчик уведомлений. Так мои видосы хоть иногда, да будут появляться у тебя на главной ютуба. Удачи и всегда помни, главное делать то, что нравится. И тогда успех не заставит себя ждать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!